Колокольный звон вернулся в город около 20 лет назад. Если прислушаться, то окажется, что каждый храм Воронежа звучит по-своему. Особенно внимательные воронежцы давно заметили, что в звоне колоколов Покровского собора угадываются даже известные мелодии. Все это дело рук самого опытного звонаря Воронежа Сергея Жаброва. Поднимаемся с ним на колокольню по узкой винтовой лестнице. Кажется, что на этих кривых ступеньках запросто можно переломать ноги, но Сергей Васильевич перепрыгивает их не глядя. Старший звонарь епархии. Человек с такой должностью оказался вовсе не седым стариком, а весьма энергичным и деятельным мужчиной, чуть-чуть за 50. Это вот сама звонится. Это основная. Заходите. Звонница Покровского собора действительно уникальна. Здесь можно встретить и современные колокола, и те, что отлиты еще в XIX веке. У нас колокола хорошие. Я говорю, когда размешивали колокола, здесь были очень маленькие колокола. Допустим, вот такие, 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 такие. И больше ничего не было. А потом, вот эти, в 80-80-80-80 в членом году отлили колокола набор суда, к нам в первую очередь, потом в казанской церковь и никольской церкви. Самый старый здесь вот они, как-то XIX века. Вот они. Вот это. Раз, два, три, четыре. А как же они сохранились? Как они дошли до нашего времени? Это же это, колокола. Ну, как бы сказать, люди, ну, когда вот рушили храмы, сбрасывали колокола, люди, кто-то уносил домой. Услышать рассказы звонарей про колокола и колокольни, про то, какие бывают звоны. На этой пасхальной неделе может каждый желающий. На колокольни пускают гостей и разрешают им бить в колокола. Пасхальные звоны, они самые торжественные, самые быстрые, самые радостные. Вот человек, идущий мимо колокольня, сразу понимаешь, что что-то не так. Необычайная радость у христианина, самая необычайная радость, что Христос воскрес. Вот, вот эти дни. Вот, то есть, просто сейчас вот 30 секунд постного звона, чтобы было поднято, да? И потом вот 30 секунд радостного пасхального. Это, например, хвостовой звона по скресле, полагаемый в течение двух часов. И неделя, в основном, никаких шумов не совершается. Правильно он называется постовой. Постовой. А теперь я позвоню вам. Постой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok